436 голосов из 450. А еще говорили, как трудно будет Единой России в Госдуме без конституционного большинства. Когда 5 лет назад в прошлом созыве нацлидера Путина премьером утверждали, он и 400 голосов не набрал. Но есть вещи поважнее. 436 голосов подано за закон о запрете гей-пропаганды. При том, что неизвестно, что именно считать этой самой пропагандой. Вот зал имени Чайковского, консерватория имени Чайковского, конкурс имени Чайковского. Это пропаганда? На очереди запрет усыновения детей гей-парами. Депутат Мизулина предлагает отбирать у них детей уже сейчас. Вот этого 5-летнего мальчика, например, Николай Ковальков попробовал рассказать об обычной российской гей-паре с соблюдением нового закона. По набережным каналам самого европейского города России, не будем его называть, гуляют две девушки с ребенком. Ничего, что бросалось бы в глаза. Скромная одежда, простые разговоры. Про работу, про детский сад, про планы навестить родителей. Да вот в последнее время еще про депутата Мизулину. Но кто про нее сейчас не вспоминает? Несколько лет назад я сама тоже мозг рассказала бы, что гомосексуалом не взялся на вне детей. Я просто не задумывалась об этой проблеме, видела те доводы, которые на поверхности. Им обеим около 30, конкретно сказать нельзя. Обе выбрали помогающие профессии. Это в широком спектре, от учителя до врача. Но лучше не уточнять. Можно называть их Анна и Мария, но это только для удобства. На самом деле нет. Мы много работаем, вводим ребенка в детский сад, забираем оттуда. Чем-то с ним занимаемся. По выходным стараемся куда-то вместе выбираться. Мне кажется, у нас, если по каким-то таким вещам рассказывать, жизнь вообще какая-то очень неинтересная. Их жизнь настолько обыкновенна, что они никогда и не думали, что вдруг окажутся героями телевизионного репортажа. Да еще чтобы, как в криминальной хронике, с закрытыми лицами под вымышленными именами. Раньше на них не обращали внимания даже в детском саду, куда девушки иногда приходили за пятилетним Артемом вместе. Мне кажется, что воспитательница, возможно, она догадывается. Мы не говорили прямым текстом, но у меня хороший садик там, докладные люди работают. Мне кажется, им просто нету дела до этого. Какого возраста воспитатели, примерно? Ну, среднего, за 50, наверное. Вчитываться в новый закон – дело безнадежное. Преступление теперь даже запись в блоге. Но их это мало беспокоит. Сидеть в интернете, ходить на акции протеста или гей-парады – у них просто нет времени. Зато они сразу заметили, как в Волгограде какие-то пацаны зверски убили своего приятеля и пытались оправдаться тем, что тот вроде бы оказался геем. Я просто считаю, что когда государство принимает такие законы, они заранее уже опираются на существующую позицию. То есть они думают, ага, кого нас там не любят? Ну, евреев. Вот сейчас мы государственный антисемитин запустим. И это будет очень удобно, потому что у людей к этому душа уже лежит. Значит, и внизу радостно подхватывают. Тикол Кикпетя обрадуется, потому что теперь это не только то, к чему душа у него лежит, а то, что еще разрешено на государственный антисемитин. Им обидно другое. Они и раньше по закону были друг к другу чужие люди, а теперь выходят чуть ли не подельницы. Мы не можем, например, оформить ипотечный кредит нам дать. Да, мы можем наследовать имущество. Ну, на самом деле, такой какой-то периодически возникающий страх. Если со мной что-то случится, то... Ну, тогда не очень понятно, что будет дальше происходить с ребенком. Но к концу недели выяснилось, что все эти бытовые проблемы, к которым за несколько лет семейной жизни они уже и так привыкли, только начало. В частности, рассматривается и такая возможность. Создать правовые основания для отобрания ребенка из семьи, основанными на фактическом браке людей одного пола. Артем, хотя на самом деле его зовут по-другому, приемный ребенок. Аня взяла его из детдома два года назад. Тогда она была еще замужем. Но вскоре развелась. Говорит, что встретила настоящую любовь. Это Маша. И устала бороться с природой. Теперь у Артема две мамы. И если такой закон примут, мальчика вернут в детский дом. Я все-таки никак не могу понять, почему ее так волнует растление детей, гипотетическое, недоказанное, и совершенно не волнует доказанное, виденное глазами кучей людей, состояние детей в российских домах. Особенно в детболонах для инвалидов. О том, что они лезбиянки, Аня с Машей ни от кого никогда не скрывали. Если спрашивали, говорили прямо. Ну и специально никому, кроме близких, не рассказывали. Родители приняли это тяжело, но без скандалов. Смирились и теперь детей поддерживают. Ни девушки, ни Артем не хотят, чтобы мальчик лишился дома и семьи, которых у него никогда до этого не было. В детстве они, как все девочки, думали, что когда вырастут, выйдут замуж, создадут обычные семьи. Перед тем, как найти силы признаться в своей гомосексуальности родным и друзьям, им еще нужно было признаться в этом самим себе. Мне сложно было вообще принять в себе гомосексуальности. Я полностью в себе это приняла, только, наверное, 26 лет. Пыталась внушить себе, что это все не то, что я думала, что я хочу, чтобы у меня все было нормально, обычно, как у людей. Но мои все попытки просто ни к чему не привели. Я, честно, очень старалась. Какие-то отношения с молодыми людьми, завести еще что-то. Но за это я никогда ничего не получала. Вот это, кстати, к мифу о том, что если очень захотеть, можно стать гетеросоциалом. Я, честно, пыталась очень. У меня ничего не получилось. И обе выросли в верующих семьях. До встречи друг с другом ходили в церковь. Перестали, когда поняли, что для того, что они считают любовью, у церкви есть только одно слово – грех. Ну, я рассказывала как-то раз священнику еще до того, как мы стали жить вместе, что я люблю человека. Я знал, что для пола. Ну, он там сказал, что. Вот. Булуные мысли сам по себе. Там еще не грех. Надо их прогонять. Никаких нет претензий, потому что мне понятно, что у каждой религии есть свои определенные законы. Их общественная семейная жизнь до принятия закона, узкий коридор возможностей, тысяча уловок для решения бытовых проблем и предельная осторожность с органами опеки. Теперь этот коридор сузился до размеров съемной квартиры на окраине города. Еще немного, и все, что им останется – бежать из страны. Без громких постов в интернете и лозунгов на митингах. Просто собрать чемодан за одну ночь и в аэропорт, название которого лучше тоже не говорить. Во-первых, просто не хочется уезжать из своей страны. У меня здесь родственники живут, родственники, бабушка старик. Я бы очень не хотела с ней расставаться. После пяти часовых прямых линий Путина особо сенсационной на съезде Народного фронта оказалась продолжительность присутствия на нем самого лидера. 23 минуты. К названию «Фронт» добавили «За Россию». Так перед выборами 2007 тоже создавали движение «За Путина». И где оно теперь? Фронт зарегистрировали как общественную организацию, проскандировали «Путин, Путин» и без голосования выбрали Путина главой общественной организации. Сегодня с нами Вячеслав Лысаков, одно из лиц Народного фронта, председатель его контрольной ревизионной комиссии. Правильно? Правильно. Центральная ревизионная комиссия, да. Вот как к ревизору и вопрос сразу же. А как Путина выбирали вот этим дурацким вопросом Говорухина, как он выразился? Ведь надо же протокол сдавать в Минюст, посчитать, кто «за», кто «против», воздержавшийся. Все были единогласны? Все были единогласны. Но это уже вопросы не задавали «за», «против». Вы знаете, ну, мне кажется, даже по той картинке, которую многие видели, а тем более, кто присутствовал, было понятно, что ни воздержавшихся, ни проголосавших «против» не было. Но все равно, есть же какая-то формализованная процедура голосования. Вы большой бюрократ, Леонид. Когда Владимир Владимирович давал поручение зарегистрировать ОНФ, он просил это сделать без лишней бюрократизации. А вот так по-простому, для чего в нынешней политической системе еще и нужен народный фронт? Вот самое распространенное мнение таких скептиков со стороны, что это на замену «Единой России», которая себя исчерпала и на выборах дискредитировала. Ну, к сожалению, да, складывается такой определенный миф, что ОНФ – это замена «Единой России». Мы не конкурируем вообще с партиями, тем более с «Единой Россией». А как мы можем конкурировать с «Единой Россией», когда мы из нее вышли, из ЛОНа? Мы связаны с ней пуповиной. Было бы глупо говорить о том, что мы сами по себе «Единой России», сама по себе, мы сотрудничаем с «Единой Россией», будем сотрудничать. Как у человека пожившего хотел спросить про время. Ваш фронт подтвердил лишний раз абсолютную безальтернативность Путина. С учетом нынешнего мандата он у власти будет 18 лет. Столько, сколько был Брежнев, который, как мы помним все, нам казался совершенно бессмертным. И это было в 20 веке, когда время медленно шло. Ну, сейчас время идет быстрее, наверное. Ну, тем более 18 лет много. Нет, ну давайте мы не будем считать года, потому что, наверное, право любого человека, так же, как и право Владимира Владимировича присутствовать в политическом поле столько, сколько он посчитает нужным, и столько, сколько его поддерживает, собственно говоря, российский народ. Пока мы понимаем, что по харизме, по опыту политическому, по политической воле, по познанию реалий российских, и в том числе экономических реалий, у нас альтернативы Владимиру Владимировичу, к сожалению, нет. Вы в свое время в Думе очень аргументированно боролись с нулевым промилле, доказывая, что действительно его не существует в природе. Ну, просто он всегда есть, отклонение от нуля у человека. Ну, почти столь же непонятно, что такое гей-пропаганда и оскорбление чувств верующих. Мы же не посягаем на права граждан жить личной жизнью. Ребята, доживите с кем угодно и как угодно. Только не надо это пропагандировать среди детей. Вот и все. А разве она была это? И что это за форма пропаганды? Ну, если включить даже наши уважаемые федеральные каналы, то прямо и косвенно такая пропаганда, мне кажется, идет. Особенно в рамках существования нашей попсы. Вы когда-то начинали как общественный деятель, защищающий права автолюбителей. Острые колонки, помню, ваши в ведомостях. Вы устраивали протестные автопробеги. Не смущает вас, что теперь такие автопробеги протестные вообще в Москве заключены? Ну, вы знаете, не смущает меня, потому что они вообще сошли на нет, честно говоря. Да, ну вот смотрите, на неделе был арестован активист Федерации автовладельцев Вадим Коровин, которого был, собственно, на Рублевке. Такой классический конфликт с Ауди-смигалкой на встречке. Ровно те ситуации, в которых когда-то участвовали вы. Вы не хотите помочь бывшему собрату? Вы знаете, ну, пусть закончится следствие, мы посмотрим, какие есть результаты. Но я думаю, что и кроме Лысакова есть кому защищать господина Коровина. Уверяю вас, у меня большой опыт защиты пострадавших, которые потом оказывались и не совсем пострадавшими. Спасибо за этот разговор. С нами был один из лидеров Общероссийского народного фронта Вячеслав Лысаков. Как говорят, молекулярная кухня, дайвинг и героин. Пока не попробуешь, не узнаешь, в чем подвох. Оказывается, тоже относится к новым законам. Сейчас расскажем, как на практике сработал самый скандальный 2012 года о запрете усыновления американцами. Это Парфенов. Реклама короткая. Это Парфенов. Главный парламентский скандал 2012 года пришелся на закон, называемый его сторонниками. Законом Димы Яковлева, а противниками – законом подлецов. За год работы Думы нынешнего созыва каждый следующий запретительный закон оказывался еще более драконовским. Но и при ударных темпах нынешней недели ничего более резонансного, чем запрет американского усыновления, еще не было. Прошло полгода, и в Нижегородской области умер первый ребенок, которого не успели забрать приемные родители из США. Имя его не называется, где похоронили неизвестно, известна только причина смерти – порог сердца. Павел Селин навестил других невольных героев скандала вокруг закона о запрете американского усыновления. Это Николас, а это Полина. Обычные российские дети-отказники. Каждый год тех, кого мама с папой так и не забирают домой, рождается 10-11 тысяч. Впереди у них обычный детдом или психоневрологический интернат. Но Николасу и Полине повезло. В конце прошлого года у них появились приемные родители. Кому бы ты передала привет в Москве? Мама. Нет. Кому бы ты передала привет в Москве? Аня и Олешка. Арина. Арина. Кастуша. Клуб. Куша. И что бы ты ей сказала? Я люблю тебя, Маша. Просто Маша. Она в Москве. Теперь Полина живет в Арканзасе и постепенно привыкает к маме Кендри. По крайней мере, уже не плачет от любого неосторожного слова или движения. А Николас до сих пор в самом центре Петербурга, на канале Грибоедова, в детдоме номер 13. Потому что Полина оказалась последним российским ребенком, которого успела усыновить американская семья. Я готова обращаться к кому угодно, чтобы помочь этому малышу, чтобы он приобрел семью. Понятно, что в интернате, в детском доме такому ребенку будет плохо. В 13-м детдоме семь десятков таких, как Николас. У четверых из них уже были американские приемные родители. Но в январе эти дети осиротели во второй раз в соответствии с законом Российской Федерации. Кроме Николаса, американские папы и мамы были у Яны, у Славки и у Тимофея. Теперь мы в растерянности, мы не знаем, как и что нам делать, используем все возможности. Понятно, что деток с синдромом Дауна сегодня в Российской Федерации не усыновляют. У Николаса редкое, неизлечимое заболевание. Булезный эпидермолиз, так называемый синдром бабочки. Кожа такая тонкая, что от любого прикосновения наливается пузырем и лопается. Чтобы не срастались пальчики, нужны специальные повязки. Стоимость ухода за таким ребенком-мотыльком до 150 тысяч рублей в месяц. В прошлом году Николаса решилась усыновить американская семья Кухер. Их подтолкнул пример друзей, которые тоже усыновили российского ребенка-бабочку. У них в семье своих четыре ребеночка, и вот они хотели помочь Николасу, взять его. Она до сих пор сохраняет желание взять Николаса, обращается к журналистам, обращается к юристам. Она пишет нам, и она еще не потеряла надежды, что Николас окажется в ее семье. Семья американского священника Эндрю Найджела также почему-то не теряет надежды. Недавно он прислал Наталье Васильевне очередное письмо. Уважаемая доктор Никифорова, мы получили ваше сообщение от 23 мая. Спасибо за то, что не забываете нас, и за все, что вы делаете для Тимофея. Мы по-прежнему надеемся, что обстоятельства изменятся. Мы не готовы сдаваться. Тимофею очень повезло, что вы рядом, а мы невероятно благодарны вам за все. Надеемся, что и дальше будем на связи. С уважением, Эндрю Нейджел. В октябре прошлого года Тимофей встретился со своей приемной семьей. Найджелы, как и положено в таких случаях, подарили Тимофею свой альбом с фотографиями, чтобы ребенок привыкал к будущей семье. Они еще не знали, российский суд им откажет. Нет, из данной ситуации уже выхода нет. Но она не настолько трагична, как пытаются об этом сказать. С учетом их диагнозов, я думаю, что встреча с родителями может быть где-то как-то на подсознательном уровне. Но это не может явиться для них сильной травмой в связи с физиологическими особенностями. Как можно сказать, что ребенок с синдромом Дауна встретился с семьей? Ему сказали, что это мама, папа, и несколько месяцев поддерживали в нем это состояние. Показывали фотографии. Как можно сказать, что это пройдет бесследно? Эти дети переживают то же самое, что и мы, что это такая же тоска, это такая же боль. Это зловещее одиночество. Кстати, тот альбом Наталья Васильевна у Тимофея все-таки забрала. К чему лишний раз травмировать ребенка? Этим летом мальчик отправляется в детский дом-интернат. Усыновление, я не думаю, что в ближайшие годы это будет возможно в наших российских семьях. Почему? Для этого нужна развитая инфраструктура и здравоохранения, и образования, и социальные помощи. Потому что без всего этого семья находится в очень затруднительном положении. За 25 лет работы у Натальи Никифоровой всего лишь дважды российские семьи усыновляли детей-инвалидов. И то это были работники дома ребенка, которые так привязались к больным детям, что просто не смогли их не забрать. Один раз усыновили шведы, один раз итальянцы, а все остальное на счету американских семей. Светлану Агапитову, уболномоченного по правам ребенка в Петербурге, поначалу очень порадовали социологические опросы. По ним выходило, что чуть ли не 50% горожан готовы были стать усыновителями. Но бума не случилась, и чуда пока не произошло. То есть если брать 12-й год и 13-й, то за 5 месяцев у нас, скажем, семей, которые принесли документы, стали кандидатами, их всего на 10 больше. То есть это очень мало. На всю Россию сейчас гремит, пожалуй, единственный за последнее время случай, когда российская семья решила удочерить тяжелобольную девочку. Света Кудымова все из того же питерского дома ребенка номер 13. Света недавно перенесла тяжелейшую операцию по пересадке печени. Врачи говорят, у таких детей в интернате практически нет шансов на выживание. Им нужна полноценная семья и ежеминутный медицинский уход. Вы знаете, вот сейчас у меня просто сердце обрывается, потому что есть ситуация. Двое деток, которых очень-очень нужно взять в семью. Очень хорошие ребята, которые, по мнению органов опеки, не смогут выжить в детском доме. И вот вопрос заключается в следующем. Могу я взять? Взяла бы. Но мне сейчас никто не даст. У Аллы и Николая сейчас 8 приемных детей. Половина из них инвалиды. Они и рады бы взять еще двоих, да некуда. Десятером ютятся в двухкомнатной хрущевке. Это будет антиреклама приемным семьям. Скажите, что детям плохо. Нет. Детям хорошо в шалаше, лишь бы их любили. Но я думаю, что государство, передавая нам таких детей на воспитание, должно не снимать себя ответственностью. Наверное, это самое главное. Алла вспоминает, когда брали в семью детей инвалидов, врачи пальцем крутили у виска. В смысле врач сказал, там нет мозгов. Зачем вы это делаете? Ярик, Ярик, подойди скорее сюда. Бегом, бегом, бегом. Вот это наш Ярико. Вот это солнышко. Где там микроцефалия, где что? Ну, немножко он там у мамы раньше времени выскочил. Долюбили, дорастили. Он настоящий мужчина. Сильный, храбрый, терпеливый, правда? Вот рука, кстати, очень сильная. Да, реально, давай, ну, сожми со всей силы. Фа-а-а-а! Полина ловко прыгает, упрямо отказывается от помощи и только в самом крайнем случае забирается на руки к маме Кендри. Уже четыре месяца девочка из подмосковного дома-интерната носит фамилию Скакс. Не могу представить, что пришлось бы оставить ее там, в интернате. У нее огромный потенциал. Она столько, мы уже научилась, просто находясь в семье четыре месяца. Это как чудо. Столько всего она еще сможет. Теперь у Полины есть папа, мама и даже старший брат. На днях Кендра и Полина были у врача, который будет оперировать ступни девочки. Велик шанс, что Полина сможет ходить. Эту девочку я нашел в самом углу площадки Питерского детдома. Спрятавшись за домиком, она увлеченно рисовала солнышко на асфальте. Маленькая художница назвалась Кариной. А сколько тебе годиков, Карин? Три года. Три года? А что ты больше всего любишь, Карин? Мама и папа. А где мама и папа, скажи нам? В лесу. Где? В лесу. В лесу? Карину воспитатели ласково называют «наша француженка». В отличие от других малышей-инвалидов из 13-го детдома, она абсолютно здоровый ребенок. Карина всем рассказывает, что скоро за ней придет мама и отведет их с братиком домой. Скажи просто, а мама есть у тебя? Как мама зовут? Дамя. Карину, ее братика Альберта, мама просто бросила в детском саду. Дело в том, что Альбертик очень больной ребенок. Ему всего два года, а он перенес уже 11 операций на кишечнике. Завтра ему два года. Сколько? Завтра два года? Ах, да! Отдать родных брата и сестру могут только в одну семью. В доме ребенка, честно говоря, до января этого года, пока американцам не запретили усыновлять наших детей, у Карина и Альбертика шансы были. А сейчас один на миллион. А говорили, только Путин решает, кому идти в мэры Москвы. В четверг оказалась еще и судья Блинов. Ленинский райсуд Кирова не стал арестовывать Алексея Навального, когда тот не появился на заседании. Адвокаты просили отпустить подсудилого на пятничный стез Парнаса, чтобы партия выдвинула его в мэры Москвы. А в четверг Навальный одновременно должен был появиться и на допросе в Следственном комитете в Москве, и на суде в Кирове. При этом и там, и там неявка могла закончиться арестом. Но суд ограничился принудительным приводом. Из Москвы в Киров политик проследует в сопровождении приставов. А иначе спасти Навального могла только билокация. Так называется способность одновременно находиться в двух местах. Она встречается у колдунов и ведьм. А получилось бы у главного российского позиционера. Мы задали этот вопрос магам, колдунам и прочей нечисти. Посмотрим. Действительно, человек может перемещаться, путешествовать, опять же, энергетическими целами, переходить в те или иные страны и так далее. Да, Алексей Карнавальный. Знаем такого персонажа, да, пересекать как-то. Ну, человек довольно-таки умный и расчетливый, но я не думаю, что он способен к этому. Точно я могу сказать, что у него нет способности билокации, это точно. Даже наоборот, я когда на него смотрю, у него такая энергетика, как будто он много страдал, много трудностей было, много чего он пережил. Даже я против, было бы на его арест. Почему? Потому что он на свободе, как будто уже в фильме. Вот такие ощущения у меня такие. Но у него нет способности билокации. Я поставила бы под сомнение возможность одного человека, не имеющего сверх суперспособности и не относящегося к людям икс, обладать одновременно в двух местах, и находиться в одном месте, и тут же быть в этом же, в другом месте. Этот человек обладает неким гипнотическим свойством, то есть он неплохой медиум, у него сила внушения довольно сильно развита, но одновременно находиться в двух местах он не может. Перед принудительным приводом в суд Алексей Навальный заглянул к нам. Здравствуйте, спасибо, что нашли для этого время. А что такое принудительный привод? Это вот что, от порога дома до порога суда приставы ведут? Приставы ведут от порога дома до порога суда, причем если вы сопротивляетесь идти не хотите, они могут надеть на вас наручники, ударить палкой, электрошоком. Но в моем случае все будет гораздо проще. Я показал приставам просто билет, уже купленный, и им ничего не оставалось сказать, ну хорошо, езжайте по своему билету. Поэтому в этом смысле меня за руку, или на казенной машине, или на каком-то специальном вагоне никто не повезет. Скажите, а вы в Киров ездите вот с какой-то корзинкой вещей, на случай, если все-таки арест случится? Ну, не то, что в Киров я езжу. Вот это вот, как это называлось, Добровская корзина. Добровская корзинка Кислярского, да. Такая вот у меня есть сумка, в которой ездят со мной в машине последние полтора года постоянно. Ну, потому что у меня был опыт, когда ты вышел из дома, а вечером тебя арестовали на 15 суток. Когда у тебя есть сумка, и ты спокойно себе в камере переодеваешься в спортивные штаны и в кроссовки, это гораздо удобнее, чем если ты сидишь, случайно оказавшись в камере в костюме, и ждешь, пока тебе принесутся передачи. И в Киров, конечно, я беру какие-то на всякий случай необходимые вещи, но поскольку я все-таки юрист и понимаю ход процесса, я думаю, что вряд ли дойдет до такого, что меня ни с того ни с сего возьмут и арестуют без какой-то причины. Вы все-таки выдвинуты от Парнаса в мэры Москвы. Несколько нелогично. Вы в свое время говорили, что вот эта теория малых дел, она не работает. И действительно, вот, мол, пошел Белых в губернатор и попустался встроиться в систему, и в общем ничего особенного не вышло. И в общем претендуете на как раз место в этой системе. Это не малое дело, это большое дело. Нужно помнить, чтобы Белых был назначен губернатором, президентом Медведевым, а фактически тогда руководителем страны Путином. Я иду на выборы. Я иду на выборы для того, чтобы бороться с единой Россией, которая захватила Москву. Представим, вы становитесь мэром, а у вас команда есть, вы можете кого-то, ну, в том числе и с целью агитации и пропаганды, назвать, вот займется ЖКХ, вот займется культурой, вот займется внешним связями. В ближайшие 10 дней мы представим программу. Некоторые фамилии некоторых людей, которые работают над программой, уже сейчас известны, например, это Сергей Гуриев. Некоторые пока мы не хотим афишировать. Вместе с программой будет заявленная команда. Просто немножко не хочу опережать события, потому что, ну, это такое тоже значимое событие избирательной кампании. Я буду это все презентовать, я буду об этом говорить, выпустить об этом, может быть, новый сюжет, новые передачи. Как вы думаете, после выборов мэра будет какая-то протестная активность? Да? Ну, маловероятно, чтобы такие вещи, к которым уже все избиркомы привыкли, в виде вбросов, каруселей и так далее, ну, тут уж их бы совсем бы точно не было. И что в результате? Мэр Москвы – это тот пост, из-за которого возможно новая протестная активность? Или все плюнут и уедут на дачу? Сложно сказать. И в нашей стране, и в других странах протестная активность и серьезная разгоралась из-за более мелких вещей. Посмотрите, что сейчас в Турции происходит. Здесь многое зависит от нас. Собянин и Единая Россия работают на понижение явки. Им нужны тихие выборы, мало кандидатов, низкая явка, тогда они спокойно себе побеждают в первом туре. Мы рассчитываем на то, и наша стратегия заключается в том, чтобы привести людей как можно больше на эти выборы, чтобы была высокая явка. Высокая явка и низкий уровень голосования за Собянина могут спровоцировать их на совершение фальсификации. Фальсификации, которые заметят большое количество, сотни наблюдателей, они могут, конечно, спровоцировать какие-то беспорядки, как это, собственно говоря, и было на выборах 2011 года. Вы пошли 12 июня на последний из маршев протеста, уже совсем малочисленный. Вам кажется, это все еще работающая форма такой общественной активности? Последний митинг был достаточно малочисленным, относительно малочисленным, потому что он был с такой узкой направленностью. Это был марш протеста конкретно в поддержку тех 12 человек, которых сейчас судят за москорецком суде города Москвы. Мне же не важно, работает оно или не работает с точки зрения картинки, с точки зрения там чего-то. Я для себя определяю. Для того, чтобы поддержать этих людей хоть как-то, которые сейчас сидят в тюрьме, как заложники за нас, за всех, я выйду и пойду с их портретом. Даже если будет 5 человек идти, я выйду и пойду с этим портретом. Это же должно работать внутри. Для меня самого оно работает. Ну и возвращаясь к суду, вам, как кажется, чем закончится заседание в понедельник? Заседание в понедельник закончится тем, что, наверное, меня допросят. По крайней мере, это планирует сделать прокуратура, назначат другое заседание. Я, честно говоря, сомневаюсь, что они меня арестуют в понедельник или во вторник, потому что даже несмотря на то, что были такие достаточно драматические, ну, по крайней мере, для меня они были достаточно драматичными, эти события, когда я в онлайне смотрел, как судья зачитывал решение арестовать Навального или не арестовать, судя по тому, что незадолго до этого меня выпустили из Следственного комитета, я понимал, что вряд ли они хотят меня арестовать, иначе бы арестовали прямо там. Но я готов к любому развитию событий. Спасибо за этот разговор. Нашим гостем был Алексей Навальный. Это Парфелов. Все стараются пилить так, чтобы никто не видел, только один он пилит у всех на виду. Через две недели последний срок подачи декларации о доходах госслужащих, но уже понятно, что самым богатым в региональном списке окажется депутат Пермского законодательного собрания Владимир Данилин. Его доход за прошлый год 473 миллиона рублей. Для сравнения, у самого богатого чиновника правительства, вице-премьера Шувалова, 226 миллионов, у Путина менее 6 миллионов, а еще у Данилина квартиры и две трети дома в Испании. Как это все получилось? Просто депутат Данилин большой фокусник. В прямом смысле этого понятия. В этом году его пермскому театру иллюзий исполняется 30 лет. Всю свою ловкость рук и, конечно, никакого мошенничества депутат Данилин показал Екатерине Ворониной. Репортаж пошел быстрее. Господа, вы просили, я показываю фрагменты из эвизионного спектакля. Вы увидите маленькие фрагменты. Давайте посмотрим вместе с вами. Владимир Данилин. Депутат законодательного собрания Пермского края и монолитарный акционер нескольких крупных компаний. Член фракции Единая Россия, но в самой партии не состоит. Избирался в 2011 году. Победил в одномандатном избирательном округе номер 2 с результатом 37,2% голосов. Своей главной законодательной инициативой считает законопроект о концепции патриотизма и духовности в Пермском крае. Правда, парламент его... Никогда я лез на руководство, скажем. Никогда не лез, никогда не выпячивался. За декларированный доход в 2012 году 489 миллионов рублей. В бизнесе Данилин особенно уважает Игорь Сечина и вкладывается в его Интеррау и Роснефть и еще немного в квадро Михаила Прохорова. Имеет в долгосрочной аренде земельный участок на шоссе Космонавта в Перми, где строит бизнес-центр Космополит. Добрый. Добрый, что знаешь? Ну, там воду строят сейчас, в данный момент. Ну, и на крыше катают первый слой. Артист оригинального жанра, основатель театра иллюзии, маг, волшебник, фокусник и чародей. Пусть вся магия и оказывается с разоблачением. Добрый день, в мае. И я затопила соседей. То есть они подали на меня в суд. Сейчас спросит с меня 100 тысяч. Алексей Юрьевич, ну, здесь это ваш чистый вопрос, потому что, уж извините. В общественной приемной Владимира Данилина несчастливые часы. На просьбу найти 100 тысяч рублей на нужды ЖКХ депутат только бросает помощником. Разберитесь. Хотя мог бы просто достать эти несчастные 100 тысяч из пяти. Ложись. Так, вам видно? На, держи вот эту пачку. Владимир Николаевич, откуда у вас полмиллиарда, скажите? Ну, вы меня просто заставляете сейчас открыть секрет. Вы вас заставляете. Я никому этого не разговариваю. Опускайся. Поднимайся. Опускайся. Молодец. Вот так они и делаются. Можно еще раз думать. Вот так я и делаю. Вот так я делаю эти деньги. Трудно. Трудно. Старайтесь тоже. И будете тоже миллиардерами, как Данилин. В начале 90-х свои первые десятки тысяч долларов Данилин привозил из казино Монте-Карло и Англии. Там на его фокусы не скупились. Родной госконцерт уже артистов не зажимал. И уже в родной стране иллюзионист скупал копеечные акции газовых и нефтяных компаний. Я с 83-го года стал лауреатом международного конкурса. Меня приглашали на Западе. Я работал концерты, телевидение. Такой же ловкости рук, как в излюбленных старых фокусов, Данилину в последнее время не хватает в бизнесе. Большая часть дохода от игры на бирже. А там ведь котировки каждый день меняются. И все происходит примерно как под этим плащом. Акции мои продавались и покупались. Продавались, покупались, продавались, покупались. Вот когда продавались, они все вшли в доход, а они же на следующий день или через два дня покупались, вот они в расходе. И в общей сложности, так как они упали, получилось 41 миллион убытка у меня. В этом году госслужащих впервые обязали декларировать не только доходы, но и расходы. Это Данилину еще предстоит. И он уже потирает руки. Получится еще один отличный фокус. Я считаю, Владимир Николаевич, что вам просто нужно сейчас дать отучненную декларацию, и потом вы ее уже рубликуете, эту декларацию. Как на самом деле у вас все происходит. То, что вы заплатили немало налогов в бюджет. А в бюджет я порядочно заплатил. Обещал даже полторашку, я им отдал полторашку. Правда, иногда бывает и наоборот, что разыгрывает не он, а его. Это удалось, например, главе Пермской Единой России Владимиру Рубакину. Сначала они вместе были со владельцами телекоммуникационного холдинга национальной мультисервисной сети на Урале, а потом раз и перестали. Я верил в него, как в Бога. Он попросил у меня 10 миллионов долларов. И говорит, я тебе их приумножу в 10 раз. Через 5 лет они сказали мне, фирма разорена. Когда он даже в офшоры переводил свои деньги, он был директор Волга-телеком. После того, как вместо 10 миллионов долларов в шляпе Данилина оказался только зайчик, Рыбакин слил компанию с оператором R-телеком. Теперь это второй по величине провайдер в стране. Данилин решил, что отомстит и обойдет новоиспеченного врага на выборах. Ну как, я на Болотную ведь не пошел, не пошел на Болотную. Я по-своему боролся, я по-своему. Значит, его не стало в законодательстве собрания. Предвыборная кампания Данилина в 2011-м проходила без фокусов, но с песнями Иосифа Кобзона. Тогда он еще не исполнял гимны избранником народа, но тоже звучал убедительно. У вас очень хороший земляк, у вас достойный земляк, можете ему вместе со мной верить и доверяться. Выбрали депутата иллюзиониста и без партийных списков и, как он сам утверждает, без каруселей и фальсификаций. Военные пенсионера поддержали почти единогласно. И он им запомнился еще своими выступлениями в афганских госпиталях во время войны. Но так высоко иллюзионист, депутат и миллионер не стремится. Даже в высотном офисном центре, который Данилин строит в центре Перми, его театр иллюзий будет в подвале. И друг у меня мэр. Я говорю, ну почему я столько хожу? Он вызывает какого-то человека и говорит, ты почему? Это же почетный гражданин города. Это же наша известность, популярность. Ты почему его не сделаешь? А он говорит, ну он же не депутат. И я здесь. Ну ты представляешь? Ни в Госдуму, ни в правительство, ни даже в Испанию, где у Данилина на черный день несколько квадратных метров депутат не стремится. Говорит, и квартиру-то купил исключительно из патриотических чувств. У меня там не дом в Испании, а у меня там в этом доме часть 30 процентов. Там две комнаты у меня. Вот как раз я для этого и купил, чтобы отдыхать. 70 процентов у других людей. И вот я приезжаю туда, чтобы не ехать мне, как это, Дубай или как называется? Дубай. Платить там по 20 тысяч евро или долларов за 10 дней. Я могу в свой дом поехать и за 3 тысячи на дорогу только и сэкономить деньги. А море такое же. Понимаете, вот в чем дело. А фокусы он оставляет только для благодарной аудитории. Сегодня я уже не буду вам фокусы показывать, как обычно. Не буду вас обманывать. В следующий раз обману. Вот. А хотелось пожелать вам действительно вашим семьям счастья. И финал представления отрепетирован в последние секунды. Я 75 стран. Слушай, 75 стран. Проехал. Я говорю, я ничего хорошего нигде не могу увидеть. Поехали домой. Далее о гении, сбежавшем в Россию. Почему новая балетная звезда Сергей Полунин все время ломает собственную карьеру и за что так любит Путина и Кадырова. Это Парфенов, а реклама короткая. Его называют то новым Нуреевым, то новым Барышниковым, но они из СССР сбегали один раз. И больше не возвращались. Сергей Полунин сбегает постоянно. 5 апреля за 4 дня до первого представления балета «Полуночный экспресс» премьер театра имени Станиславского и Немировича Данченко бесследно исчез, заставив менять исполнителя главной роли. За год до этого он бросил карьеру в лондонском Ковенгардене, где танцевал последние 5 лет и был самым молодым премьером в истории королевского балета. Потом объяснил «Потому что свобода дороже». В пору вкладывать в программки спектаклей полицейские ориентировки. Разыскивается Полунин Сергей Владимирович, 1989 года рождения, балетный гений, особые приметы, покрыт татуировками. Родион Чепель разыскал Полунина до того, как он исчез перед очередным спектаклем или из очередной труппы. Инструменты настроены, оркестр сыгран, кордебалет скучает, поглядывая из-за кулис в зрительский зал. Режиссер в пятый раз объявляет общий сбор. Всех занятых прошу занять свои места, мы начинаем спектакль. И со сцены до конца спектакля не уходить. Все ждут его одного. Когда он только приехал, весь театр обсуждал, что ему позволяют слишком много. Но потом он вышел на сцену и разговоры умолкли. Объявили пять минут назад. 19 минут 3. 3 минуты? 19 минут 3. Ё-моё! Ну я послали. Как красиво. Этот неудобный костюм Рудольфа Кронпринца Австрийской империи. В трех актах балета Майерлинг принц доходит до самоубийства. Роль, который обычно заканчивают карьеру, Сергею дали в 22. «Безумие» – его профиль. А трудно же, да, «Безумие» отыграть в конце? «Безумие» – нет. Первый акт сложнее, потому что там надо сдерживать себя. Наоборот. Чтобы здесь, в театре имени Станиславского, выйти под цвет рампы и софитов, он сделал невероятное. В отличие от тех, с кем его сравнивают, Нуреева и Барышникова, он сбежал в Москву. В ожидании российского паспорта Сергей не стесняется быть патриотом. «С раннего возраста, да, я, например, слежу за Путиным. И мне он нравится как человек. Просто нравится сильные типажи». Но его последний кумир – Рамзан Кадыров. Правда, по ошибке он набил под ребрами волка и чкирийских сепаратистов. «Кадыров» как человек нравится. Я просто смотрю. Я не знаю, я хочу вообще поехать выступать в Чечне, начать. «Как Жерард Департье?» Да. Кажется, Сергей отлично впитал концепцию придворного искусства, который придерживается его худрук. «Это же Парсеново, говорит, дача, дочь, а я с доверенными лицом тут не злой». «Прошлой весной он побывал на родине. От пикника с друзьями и отцом осталась вот эта запись. И в лодке, и на семейном застолье Сергей сдержан и отстранен». «Я заехал в свой тренировочный зал по гимнастике. Это такие самые яркие мои вспоминания. И увидеть с теми теми мальчишками, с которыми я в 8, 7, 6 лет занимался, и они уже в 18 лет». В украинском Херсоне он не был несколько лет. Здесь в 4 он начал заниматься гимнастикой, был лучшим в классе, а в 8 схватил воспаление легких и за 4 месяца болезни пропустил отстающих вперед. Его мать Галина второй раз за год на его премьере в Москве. Худрук Зеленский неслышно подсказывает «Подари маме цветы». Это Галина отвела мальчика в секцию балетной импровизации, а потом одна повезла отдавать в Киевское хореографическое училище. «Мы вышли из поезда, у меня было 4 огромных сумки, вот клетчатых, огромных, я их даже поднять не могла. И я в это время понимаю, что нас никто не встречает. Я стояла и думала, у меня вот 50 долларов в кофе, и все». В Киеве профессиональные педагоги уже поймут, такого в своей жизни они не видели. Мальчик без тренировок делал то, чему они учили 3-4 года. «Для своего возраста он делает и воздушные туры, и пируэты, и заноски. Смотрите, вот, пожалуйста, поперечный шпагат, прекрасная стопа, садится, спиночку держит. Ну, идеально». Мама попыталась устроить его в Вагановское училище в Москве, но граждане Украины, как иностранцы, должны платить за обучение 9 тысяч долларов в год. И тогда, каким-то чудом, через приятелей и случайных знакомых, она отправила видео с вариациями сына в школу королевского балета в Лондоне. В 2003-м, в 13 лет, его приняли в лучшую балетную школу мира, а в фонде Рудольфа Нуреева распознали будущего премьера и согласились платить за обучение в Индеркинда 30 тысяч фунтов в год. Попал я в такое здание, белую ложу, в парке с оленями, с зелеными попугаями, опять же, вдали от мамы. Сказочный мир для меня, я такого не видел, такой красоты, белый мрамор здания, теннисные корты, бассейны. Да, и с мальчишками вместе живем, то есть весело. Понимая, что в любой момент он может вернуться в Херсон, в школе, он не пропускал ни одного занятия и каждый раз уходил позже всех. В 17 лет его пригласили в королевский балет, а в 19 он стал премьером. Нет, я никогда никого настолько же талантливо не встречал, ну, разве что я сам, когда был моложе. Нет, он особенный, много людей в мире технически могут станцевать все приемы. Много, кто имеет артистический талант, но очень редко бывает так, что эти способности в одном человеке, а это как раз в случае Сергея. Каждая его премьера провоцирует экстазу критиков, а он заводит твиттер и оттуда во время занятий пишет «Время для вечеринки ложиться спать сегодня смысла похоже нет никакого и на следующий день проснулся в 16.30. Черт побери, значит лег раньше, чем планировал, а вместо отчета со спектакля фото с банкой пива». «В школе в принципе ты думаешь, что стать примером это самое вот к чему ты в принципе все свое детство готовишься и когда ты этим человеком становишься, ты понимаешь, что ничего нового не открылось. вон там одного закололи на днях, хочу дальше по дороге другого парня убили пару недель назад, так что да, тут валят людей, жизнь такая. Сергей раньше жил вон там за углом, сюда пешком ходил, не боялся, он ровный пацан». Владелец стату салона в беспокойном северном районе Лондона Энтони странное знакомство для балетного мальчика. Сюда Сергея как-то привел один из знакомых. «Дома сидишь, да, у какого-то наркодельца, все какие-то гангстеры или еще кто-то, да, вот рассказывают свои истории, а ты кто? А я в балете. Они с Энтони подружились, через несколько месяцев Сергей стал совладельцем салона, а его тело все больше превращалось в панно для подкожной живописи. Отсидевший 12 из своих 26 Энтони и правда полная противоположность тому, чему учили в школе, два года назад неподалеку убили его приятеля Марка Дагина. С этого Ильи и начались знаменитые лондонские погромы. Ты сидишь и знаешь, что все они были там, а потом смотришь телевизор и просят по помощи, да, помогите найти, кто разрушал магазины, кто это, и ты каждый день встречаешь новых и новых этих людей. Именно там, именно тогда Сергей решил делать из себя балетного Джеймса Дина. Лондонский театр был похож на казарму, премьера не отпускали танцевать в другие трупы и изводили тренировками, хотя он за 17 лет работы довел свое тело до автоматизма. Вот если раз в 4 дня выходить на сцену, можно и не напрягаться на тренировках. Я отдаюсь полностью на сцене и даже если там упадешь или еще что-то, зритель прощается. Но главное, театру нужна была машина для производства постановок, а Сергею хотелось играть сложные драматические роли. Напряжение было колоссальное и единственный вариант, который я в тот момент нашел, это просто убежать. Независимо от того, в какой труппе ты танцуешь, если это не делает тебя счастливым, ты должен уйти и делать что-то другое. Но слухи о скандальном уходе молодого премьера летели быстрее, чем его рейс до Нью-Йорка. В американском балетном театре ему отказали, потом отказали в большом. Сергей думал порвать с балетом навсегда и заняться кино. Тут появляется Игорь и уговаривает меня переехать в Москву. Я видел, что он во мне заинтересован, что заинтересован меня развивать как артиста, и он меня, в принципе, вернул мои идеи в балет обратно. У этого бара в центре Москвы два главных плюса. Работает круглосуточно и находится в двух шагах от театра имени Станиславского. Обычно я один, я люблю один, потому что никто не напрягает, не надо разговаривать. Когда уставший, хочется просто сесть, послушать музыку, сидишь, наблюдаешь за людьми. С худруком балета Стасика, так называют театр, Игорем Зеленским, который теперь и замена отцу, которого никогда не было рядом, и работодатель, и гуру, они даже не заключали договор. У Полунина особое положение. Для меня самое важное, что знать, что я могу делать, что хочу. И знать, что я не никакой контракт не там на два года у меня нет. Так я точно уеду. То есть, если я подумал, мне еще два года, я не люблю это, когда на душе это висит. Последний их общий Зеленского и Полунина скандал, когда они просто сбежали с репетицией полуночного экспресса в Лондоне. Так хотел казаться рифмой к истории с побегом из королевского балета, но выяснилась просто случайность. Мы понимали, что это не ях, но этот человек мог привезти Станиславский в Лондон. Да, он привезет сейчас. Но мы не подозревали, что будем работать с вообще неадекватным человеком. Я единственное извинился перед зрителем, что я не смог сказать им сразу, что я не смогу выступить. Недавно Сергей победил в большом балетном телеконкурсе и о нем наконец узнала Новая Родина. Дальше, помимо новых ролей, будут документальное кино о себе в 3D, одноактный сольный балет и английская версия последнего героя игры на выживание, которую он с удовольствием променял бы на все годы балетной муштры. Я хочу стать звездой, но умной. Я не хочу делать что-то дешевое, да, я хочу с таким же размахом делать что-то, но в то же время что-то умное, что-то правильное. Но молодой балетный гений, норовящий исчезнуть перед очередной премьерой, он-то нашелся. А с остальными что делать? Меньше трех месяцев выходила в эфир наша программа и на каждой неделе нюсмейкеры исчезали, пропадали, отказывались, спрятались. Несколько недель вели на переговоры с Ахмедом Белаловым. Вроде он хотел изложить свою точку зрения на историю курортов Северного Кавказа, на дорогой трамплин, на сочинскую олимпиаду в целом, но нет, не решился. Депутат Мизулина внесет очередную законнициативу и тут же в укрытие мэр Собянин. У него же вроде предвыборная кампания, а он интервью не дает, и все его молодое, прогрессивное, урбанистское окружение тоже ни слова не смеет вымолвить. Как уехали Сергей Гуриев и Павел Дуров. Ну кому из оставшихся такое понравится? Исчез и уже навсегда творец лихих 90-х Борис Березовский, но ведь и творец тучных двухтысячных сурков исчез почти так же бесследно. Это раньше шум в прессе заменял неработающие полицию и суды. А сейчас главная медиа твиттер генерала Маркина, а у него свои ориентировки разыскиваются. Это был Парфенов, последний Парфенов. Часки. Роксанин Леонидович. Роксанин Леонидович. Субтитры создавал DimaTorzok